Заявление Майя Сандо о попытке подкупить более 300 тысяч голосов на президентских выборах референдуме является безответственным. Такое мнение высказал в эфире пятого канала юрист Ион Дрон. По его словам, нет никаких доказательств в поддержку этих заявлений президента страны. Юрист Ион Дрон оспаривает обоснованность обвинений со стороны представителей власти в подкупе избирателей в отсутствие доказательств. Более того, по его словам, даже если и была манипуляция с голосами, то она могла бы быть только в пользу Майя Сандо. В условиях, когда ее соперник был левого толка, а на этом фланге конкурировали 4-5 кандидатов, а на правом фланге она была единственной, ей это было выгодно. Пусть и не массировано, но распределение голосов шло от одного кандидата к другому, которые были ее соперниками во втором туре. При этом, по словам юриста, под подкупом избирателей подразумеваются не только деньги в конверте, но и другие действия, которые, по его словам, практиковала команда Майя и Сандо. В качестве примера подкупа избирателей Майя Сандо и вся ее группа, которая агитировала на выборах. Ведь использование административного ресурса – это все равно подкуп избирателей. Проблема в том, что мы привыкли к тому, что коррупция – это только рассылка конвертов. Но начало избирательного периода и агитации раньше срока использования административного ресурса – все это тоже часть коррупции среди избирателей. То, что и было у Майи Сандо. Майя Сандо не прокомментировала слова дрона, а представители администрации президента не ответили на наше обращение для реакции. Напомним, в ночь после президентских выборов и референдума 20 октября Майя Сандо заявила, что Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. И преступные группировки вместе с иностранными силами пытались купить 300 тысяч голосов. Однако никаких доказательств на этот счет Сандо не представила.